вот такие трактора но обычно они довольно сильно там ревут вот там вдалеке можно видеть машину до которая постоянно вот так ну там как бы ну нечего стоять да там макдрайв это то есть машина должна его проехать и выехать уже да но она вот так стоит и они постоянно пристраиваются сзади и вот видно что у нее одна фара вот она выключила уже фары одна фара как бы так дребезжала да я не просто так развернулся и стал это все снимать потому как я снова почувствовал как будто ну что-то идет такое по ногам вот ну и стоит только развернуться видишь машины за тобой поэтому я и стал сейчас больше выбирать такие места да то есть во всяких двориках не ходить все больше по проспекту чтобы там поменьше их был и как бы чтобы дистанция была тоже побольше этих машин там от их вот оборудование что они там стадо я на самом деле выдаю сейчас всякие военные секреты так что но как бы слушайте и мотайте на улице потому что вот так я долго разбирался в этом во всем долго смотрел от как это все работает да и снова машина снова и нужно было вот как бы на меня вот так вот передом зайти там посветить выстрелить чем-то но не специально ждут выгадывать в это время то есть я не просто так я уже четыре года вот под этим под всем да и я постоянно выхожу куда-то гулять да и смотрю за ситуацией изучаю как они работают можно сказать что знай себя хорошо а врага еще лучше и тогда ты сможешь всегда выигрывать вот так вот ну я следую этому хочу еще сказать что как только я спать у меня начинают просто идти как долбить звуком но ультразвуком и по инфразвуков либо даже через электромагитные импульсы и опять таки можно сказать что заставляет меня таким образом манит либо транслирую что-то похожее на манит все уделки у меня нету классической и поэтому они включают вот таким образом радиосигналы всякие долго звуком то есть постоянно всякие ремонтные работы у меня рядом там с домом ты даже и в ночное время этого не что-то ремонтирует соседей и камуфлирует вот этот похожие радиосигналы на молитву звуком воды то есть у меня в комнате где как бы нет рядом я не должен слышать вот эти вот воды там это все у меня почему-то такой звук как будто кто-то в ванне включает воду на полную либо моется у меня это все слышно в комнате то есть они явно перехимичили или с микрофонами что-то или еще чего-то и я как бы звал даже других людей послушать и они явно слышат этот звук говорят да как будто кто-то моется как бы у тебя там на самом деле стояка то нету ничего такого там плюс ко всему они также продолжают накачку своей этой дрянью ты химии дай вот опять снова заезд но нет также они продолжают свою накачку вот этой химией начинают запоры и нереальное просто бурчание в животе так как будто кажется но они все как бы хотят вот этот сюжет провернуть и чтобы я поверил мол какие-то десы да поэтому и включают молитвы поэтому и травят меня вот этой вот химии да которая потом прям все в животе ну настолько все сжимается потом булькает все это как бы производит звуки там нереальные как будто на самом деле что-то в животе есть да а также если лишаться этой химии то прям такие она как бы закладывает и уши и нос и в челюсти где-то оседает да так что прям чувствуется какое-то давление на челюсть а насколько можно знать что как бы вот и многие жертвы писали что открывается рот у них как бы там что-то выходит из тебя то есть как бы изгнание злого духа происходит там через рот ты открываешь рот и отдыха вылазит вот они хотят провернуть снова вот эту вот штуку со мной которую раньше у меня было да но хочу сказать что не накачав вас и деваться они не смог поэтому нужно следить за тем чтобы но не дышать вот этой сидрой так что вот не знаю чипы чипами но как бы эти технологии позволяют также и для чипов одну можно сказать управлять человеком да только это не так эффективно но вот опять трактора постоянно ездят разъезжать насколько я стал вот понимать то есть воздействие при этом шуме идет не самого трактора а просто где-то рядом кто-то засел вот с пушкой да и нужно как бы закамуфлировать вот этот характерный для этого и поэтому они пускают всякую такую шумящую технику чтобы во первых давать радиосигналы во вторых как бы обрабатывать жертвы третьих может кто-то из рядом припаркованной машины также как долго смотрел изучал как работает каждый раз они как бы делают по-разному но зато могу сказать точно что каждый раз ты проедет такой техники различные и вот этому шуме каждый раз становится тебе все хуже даже ты выбрался тебя там отличное настроение состояние еще они сделают так чтобы ты как бы ну долго и не погуляла скорее вернулся домой и стараются тебя вообще не выпускать как бы из дома то есть нужно прорываться с боем и очень часто также и пускают поэтому всякие там психотропы от которых постоянно только хочется спать нам появляется вялость то есть там бы апатия и все остальное и ты ну как овощ может вот так живешь но они там издеваются поэтому в общем нужно призвать свою волю и постоянно вот так выбираться но иногда даже одной воли недостаточно потому как они очень жесткой стреляют по ногам вот так вот это они начинают прям вот так вот 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 хоть воля твоя не будет всегда да но Нужно понимать, что здесь в пределах себя подкинусь.